Телефон, а в особенности сотовый в наши дни, тоже стал орудием криминального промысла. Как свидетельствует международная статистика, ежегодные потери операторов связи и абонентов от телефонного мошенничества составляют примерно 10-40 миллиардов долларов. А сколько людей просто не обращаются за помощью? О действии телефонных мошенников и противодействии их темным делишкам мы поговорим с заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по городу Тюмени Дмитрием Ярошовым. Доброе утро. Ярошовым. Прошу прощения. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Доброе утро. Итак, вот знаете, такое ощущение, что телефонные мошенники, они как-то сезонно действуют. То мы о них забываем, то они вновь становятся активными, появляются. Какова ситуация сейчас в Тюмени, на всяком случае? Да, вы правы. Сезонно работают мошенники. У нас мы проводим такой анализ. Анализ такой есть. Но в основном такие преступления у нас случаются. Правила по весне идут в течение лета, но ближе к зиме уже будет меньше. То есть сейчас мы где-то вот на пороге нового всплеска. Да. Весна не за горами. На пороге нового всплеска. И получается как бы в основном мошенники это лица, находящиеся в местах лишения свободы. Есть такие группы, которые работают в городе Тюмени и по телефону обманывают доверчивых граждан. Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, об основных схемах, именно связанных с телефонными мошенничествами. Все схемы вот стандартные. Вот как они пошли с самого начала, ваш сын попал в аварию, это обязательно присутствует. Люди доверчивые. В основном потерпевшими становятся люди в возрасте уже за 50. А на какие суммы обманывают? Есть суммы и на 80, и на 100 тысяч. А почему люди-то у нас такие доверчивые? Каждый год одно и то же. Может быть плохо ведется какая-то профилактическая работа, может быть, не знаю, надо как-то чаще доводить. Вы знаете, у нас как бы со средствами массовой информации работы практически ежедневно ведется, доводится, делаются очерки и в интернете, и в газетах пишем об этом. Тоже как бы непонятно, почему люди этому верят, доверяют. А новые схемы появляются какие-то? Вот вы сказали, что они все, в принципе, стандартные, а не появляются? Ну, последняя. Одни и те же грабли наступают. Последняя новая схема, она уже всем, в принципе, известна. Это также звонят потерпевшим на сотовые телефоны и говорят, ваша карта банковская будет заблокирована, да. Вам необходимо проехать в офис. Ну, как бы, раз же не... Сами понимаете, времени мало, живут людей. Есть ли другие варианты, да, спрашивают? Да, есть вариант. Конечно, подойдите к банкомату, вставьте свою карту, нажмите определенный набор цифр, нажимают и все. Просит только в течение двух дней, пока никуда не звоните, говорит, вам сейчас все будет у вас хорошо. Мне тоже приходила такая ситуация. Очень интересно, и что в этом случае нужно делать? Ты что сделала? Я сразу сказала в редакции, ребята, что это такое, неужели банк прислал такое смысл? Ты обратилась за советом? И сказали коллеги, что Оля, они в коем случае не верят. Хорошо, а если человек все-таки поддался, вставил карту и, соответственно, потерял свои средства, что можно? Нельзя такому поддаться никогда. То есть, если звонят, представляются без разницы, из банка, из какой-то телефонной компании, всегда есть номер телефона, если у человека есть банковская карта, ее просто достать и посмотреть на номер горячей линии, позвонить туда, там все объяснят. Вот если смс-ка уже пришла, да, я могу, допустим, как-то посодействовать вам в поимке этого мошенника, прийти, показать смс-ку, написать заявление? Конечно, необходимо. Необходимо обращаться к нам. Обращаться к вам? К дежурную часть. А вообще реально по этому номеру выяснить? Вообще ловятся? Да. Обязательно ловятся, конечно. И как часто? Есть ли какая-то статистика? Конечно, есть. Например, в 2012 году нами задержано таких порядка 15 человек, больше 15 человек задержано. Есть в составе группы, которые неоднократно обманывали людей. Кто эти люди? Все они, как вы сказали, уже сидят там в местах не столько лет? Нет, не все сидят. Есть те, которые живут, жители города Тюмени, есть ранее судимые, есть несудимые. Но это ведь нужно обладать какими-то знаниями, скорее всего, техническими. Да нет, это скорее всего люди обладают, психологи, можно сказать, в своем роде. Они умеют убеждать людей все-таки. Где они, в любом случае, где они информацию-то берут? Есть какие-то инструкции, что ли, где-то в интернете? Или телефоны. Сейчас зашел, да, я хочу быть мошенником, так, что бы мне как народ обмануть? И список телефонов тоже где достать? Ну, список телефонов. Телефоны, в принципе, можно, как бы, все знают правильно, вот эти вот номера начинаются там на 909, потом на 905. И еще последующие три цифры, как бы, это обозначает регионы, как бы, об этом все знают. То есть остальные цифры наугад набирают, и уже в процессе разговора они о человеке узнают, кто у него есть сын, дочь, племянник, внук, и обманывают таким образом. А как еще, может быть, через интернет обманывают? От телефонов-то не говорили? Ну, говоря, вот можно пример привести, да? Ты видишь на экране, ну, какую-то, предположим, информацию о том, что твой компьютер заражен вирусом, да? Отправь СМС, и все будет нормально. Ну, это такие схемы уже все давно знают по поводу СМС, компьютер заражен. Есть еще такие, даже не схема, обычно в социальных сетях люди свои объявления распространяют. Написано, продам сруб, продам трактор, продам вагончик. Люди покупают, люди переводят часть денег, созваниваются, там указан номер телефона. Они звонят, им говорят, да, мы вам привезем все, но нам на предварительную предоплату 20%. Например, там сруб стоит, если 200 тысяч, они 20 тысяч переводят, они говорят, все, у вас через двое суток у вас будет сруб. Через сутки звонят, вы знаете, у нас автомобиль сломался, необходимые деньги, переведите еще 10. Есть такие доверчивые люди, что они переводят, переводят. Есть такие, что первый раз перевели, все, начались звонки, необходимы еще деньги, они больше не переводят, они обращаются уже к нам. А есть ли случаи, когда человек звонит на определенный телефон, и у него сразу же автоматически, ну, как-то, я не знаю, снимаются деньги со счета? Или такого не может быть? Ну, если это есть, то это, скорее всего, где-то ошибка оператора сотового 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 сотового. Там уже проводится проверка, и деньги возвращаются. Последний вопрос, как раз касается сотовых операторов. Как они идут, содействуют ли, сотрудничают ли с вами? Жалуются ли абоненты на их работу? Ну, у нас таких жалов не было. Если человек хочет вернуть обратно свои средства, да, приходит к оператору, они идут навстречу? Ну, у нас таких заявлений не было. Не было. А вообще реально вернуть деньги? Ну, значит, абоненты договариваются с операторами как-то, раз они вам потом не приходят, не жалуются. Ну, видимо, да. Вы имеете в виду, когда в ходе мошенничества обманули? Да, 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 человек хочет вернуть свои деньги с телефона. Да, были такие случаи, граждане обращались. То есть, это все зависит от времени. И чем быстрее они обратятся, тем у них больше возможности вернуть свои денежные средства. В общем, нужно быть бдительным. Ну, конечно, быть внимательным на щеку. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Удачи вам в службе. Напоминаем о противодействии телефонному мошенничеству. Мы говорили с заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД России по городу Тьмени Дмитрием Ярошовым.